Ставь лайк на этот ролик, если ты любишь свою маму и папу. Ребята, давайте проявим большой актив на этом ролике, я знаю, вы это умеете. Всем здарова, на связи как всегда Бульвар Депо и это новая 107 серия Пути Бомжа на Блэк Раша. В прошлой серии я попытался словить казино, но так его и не словил, потому что меня перебили на целых 40 миллионов. Ну и постепенно начал закупать автопарк в свою семью. Ну а на это моя ловля бизнеса, фуллбладсимок и так далее с аукциона не закончена. В этой максимально интересной серии, чуваки, я попытаюсь словить амуницию Батырева, которая была добавлена в новом обновлении. И попробую словить фуллбладсимку с аукциона, ну а какую симку я буду ловить, вы просто будете шокированы. Заинтересовал? Тогда досматривай этот ролик до конца, ну что, присаживайтесь поудобнее, ну а мы погнали. Ребята, в каждом ролике вы можете выиграть блэкойны. Для участия в моем конкурсе на 3000 блэкойнам вам нужно выполнить все условия, что показаны на экране. Желаю всем удачи. Ну а победитель прошлого конкурса находится в моем телеграм-канале, так что заходи туда и смотри, выиграл ты или нет. И да, если тебе понравилась эта игра, то скачать эту игру ты можешь по ссылочке в описании, и при этом тебе плюсом дадут куча разных бонусов. Ну что, пацаны, сейчас я отправлюсь в аукцион, и там уже посмотрим, сколько там на амуницию стоит и вообще есть ли она. Поехали, аукцион значит смотреть, что там по ставочке на амуницию Батырева. Приехал я на то, что больших ставок все-таки не будет. Пока не знаю, сколько буду ставить, но вертов у меня полно, поэтому есть все шансы. Прописываю команду, аукцион и листаем до этой самой амуниции, а вот как раз таки наша и амуниция, на которой уже стоит 98 миллионов. А не рановато ли поставили деньги на нее, все-таки еще до слета целых 4 часа. Ну ладно, это не мои проблемы, поэтому забьем на это. Остается, получается, теперь только ждать 4 часа, и в конце слета буду заряжать ставочку. Приехал я почти к самому слету амуниции, и тут у ребят уже стоит 200 миллионов. Очуметь, еще никто не знает, какая там финка будет, но ставят такие ставки. Ну ладно, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Как говорится, придется мне перебивать эту ставочку. Буквально пару минут до слета в аукционе довольно-таки много богатых людей. Это меня начинает напрягать на самом деле. И остается тем временем 6 минут. Еще пришел человек в скине админа, вот это точно меня еще больше начинает напрягать. Ну все, 2 минуты, заходим в аукцион и ставим ставочку, которую я заготовил. А именно, 256 миллионов, но что была, не была. Ставлю ставку 5 секунд до слета, нажимаю далее. Деньги за лот были добавлены в ревард. А это означает, что я не словил амуницию. Ее, кстати, словили за 300 миллионов. Такого поворота событий я, конечно, не ожидал. Забираю деньги с реварда, как бы грустно это ни звучало, и я тут начинаю выполнять задания квестовые, которые были добавлены для тех, кто владеет бизнесом. Первое задание, поговорить с поставщиком, который находится на контейнерах. Подъезжаем к поставщику, ну что он от меня хочет? А хочет он того, чтобы я поехал в Бусаево, загрузку и проверил груз, ведь там у него возникла какая-то проблемка. Деваться некуда, едем туда. Забрал я этот груз, и мне пишет, чтобы я отправился к поставщику и доставил ему груз. Заезжая на финишную прямую на разгрузку, надеюсь, товарщик у него там не повредился. Подходим к поставщику, даем ему пару лещей, и он мне отвечает следующее. Огромное тебе спасибо, ты прям выручил меня, честное слово, надеюсь, такого больше не повторится. Хотя, кто знает, от того водителя куча проблем. Позже выполнил задание, где поставщик мне сказал о том, что я хорошо работаю в его сфере, и он предложил продолжить так же работать. Но на самом деле, какие-то однотипные квесты для бизнесменов придумали, потому что я уже третий день, и одно и то же это выполняю. Взял квест, где надо отвезти ценные бумаги с банка Латкарина до правительства какой-то тетеньки Елене. Ну и благополучно я быстренько нашел эту Елену, сдал ей все бумаги, и все, я выполнил это задание. Ну и так же быстро я выполнил следующий квест со СМИ, взял бумаги и отвез к своему бизнесу, шиномонтажный центр. И все, я выполнил за 40 минут где-то все квесты бизнесмена. Отлично. А теперь, ребята, насчет ловли сим-карты, мне поступила информация о том, что на аукцион выставлена фуллблат симка за очень маленькую цену, поэтому отправляемся туда, посмотрим, кто выставил и за сколько. Прописываю команду аукцион. И тут еще, ребята, выставлен магазин перекресток, но думаю, он мне не сдался, стоит на него 270 миллионов, я думаю, он больше не стоит, да даже 270 миллионов, для него овер, мне кажется. Бизнес одежда, скорее всего, которая в Южном находится. АЗС вводная за 200 миллионов, начальная ставка, ну слушайте, ребята, что-то много бизнесов сейчас стоит, я удивлен. Ну а вот и симка, о которой я и говорил. Это симка 4 четверки, начальной ставкой 100 миллионов. Как по мне, если примерно за 150 миллионов ее словить, то я буду в окупе на 50 миллионов, ведь симки такие продаются за 200 миллионов. Давайте, пожалуй, сразу поставим 150 миллионов, а там пусть что будет. 150 миллионов заряжаю ставку и остается надеяться на то, что меня не перебьют. Ну и ожидаем слет симки для слета, кстати, остается 3 часа. Прошло уже 3 часа, прописываем команду Реверт и да, ребята, симка теперь моя. 4 четверки, офигеть, я какой-то магна теперь по фуллблат симкам. Ведь теперь у меня симки 4 четверки, 4 единицы и 4 двойки. Конечно, найти симки покупателей я не найду, но пусть они будут лежать у меня в инвентаре, как инвестиция. Ну а на этом хорошем моменте я заканчиваю этот ролик. Ребята, если же вам понравилась данная серия, поставьте царский лайк, тем самым вы поддержите меня, подпишитесь еще на канал. Ну а с вами был как всегда Бульвар Депло, всем до скорых встреч, ребята, всем пока-пока.